Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Сегодня мы разберём очень необычное, экстравагантное, эпатажное, нестандартное, полное неожиданностей новолуния 23 апреля 2020 года в 4 градусе Тельца. И ещё нужно сказать для полной картины кармическое. А теперь по порядку. Напомню, новолуния заряжает следующие 4 недели, как мы его проведём, так и получим следующий лунный месяц. Давайте посмотрим карту этого новолуния. Светило в соединении с Ураном. Вот на карте обведено красным кругом. Уран, он же Демиург, он же Творец, он же Сварог, зарядит нас не только на следующий лунный месяц, на самом-то деле, но и на год, то есть до следующего соединения. То есть сейчас у нас будут закладываться ритмы, не просто на лунный цикл, но на год. Пик сюжета мы увидим на позиции, то есть в конце октября, начале ноября. Безусловно, Уран принесёт неожиданности. Поэтому берегите нервную систему, будьте готовы встретить раздражительность, перемены настроения, желание перемен, по крайней мере точно, желание свободы. Но задать нужно себе адекватно вопрос. Свободу, хорошо. Это значит, что мы хотим от чего-то избавиться. Это, соответственно, нужно чем-то заменить. И знаем ли мы чем. И вообще, в принципе, умеем ли мы пользоваться этой свободой. Уместный, кстати, вопрос для людей, сидящих на карантине. На таком аспекте очень ожидаем разрыв не только технологических цепочек, когда приходится выкручиваться, но и, к сожалению, семейных связей тоже. Светила Новолуния находятся в растущем квадрате к Сатурну, к Юпитеру. Эти квадратуры говорят о трудностях, об ограничениях. Это мы всё многократно проговаривали. И Сатурн в Водолее тоже. На сходящемся этом квадрате к Урану. Но и о возможностях проработки кармических задач, конечно, мы тоже должны иметь в виду на таких аспектах. Конечно, если мы сумеем по Урану так, чтобы всё было, то есть гибко, пластично подстроиться под неожиданные ситуации, нововведение пространства, и решить их нестандартно, творчески. Сюжеты по Сатурну, по Юпитеру были заложены в конце декабря, в начале января 2020 года. Вспоминайте, что там происходило на Новый год 2020. Поскольку это сюжет первая квадратура, то есть сюжет острый, конфликтный, то могут быть по принципу подобия, что внутри, то и снаружи, переломы, обострение хронических заболеваний, также вероятной депрессии, пессимизм. Рекомендуется и на таком новолунии уделить внимание деткам больше. Мышление, речь, Меркурий в Овне, в квадрате к Юпитеру, Плутону. Ожидаем громкие и пафосные речи от ненадёжных, известных, властных людей, которые в итоге не будут реализовывать свои обещания. Мы увидим много поспешных действий, лишённых здравого смысла и заботы о последствиях. Манипуляции также, безусловно, будут. Куда уж там, раз Плутон. Меркурий в Овне довольно-таки решительный, боевой. К тому же он получает подогрев от секстиля Марса. Фразы типа «Я всё сказал», «Хлопанье дверью», «Море по колено» – это всё будет. Не впечатляемся и не втягиваемся в эту воронку. Раздражительность, импульсивность, экстремальное поведение. Не впечатляемся, стараемся не быть втянутыми в чью-то энергетическую воронку, игру. Особенно с учётом того, что в Овне ещё и Лилит, демон-агрессор, активист, напрашивающийся на скандал. Но нужно же подумать, чем всё это закончится и кому это выгодно. Почему ещё очень важно провести вот это новолуние максимально осознанно и гармонично? Плутон в момент новолуния останавливается. Тем самым, мы говорили, значимость планеты, которая находится в остановке, увеличивается. А напомню, Плутон – это планета трансформации, войн, дефолтов и смерти. Плутон в соединении с Юпитером, звездой королей, сигнификатором власти, больших человеческих ресурсов, денег. И вот эта пара, она может даже применить силу, уничтожить цивилизацию, надеюсь, до этого не дойдёт, или духовно возродить, учитывая, что у нас есть ещё и секстиль к Нептуну. Как подействует эта пара, зависит от совокупной кармы человечества. Именно поэтому мы всё время говорим, что чем больше осознанных, просветлённых, гармоничных людей, тем меньше войн, катастрофы, землетрясений и прочего мы будем получать. Кстати, о землетрясениях. Учитывая остановку Плутона, отвечающего за недра, соединение светил с Ураном, геосейсмические все процессы под Ураном, учитывая квадрат Плутона в соединении с Юпитером, к Меркурию, по Тетроби и Блосу, это всё показатели геосейсмических процессов, наводнений и других катастроф. И у нас ещё секстиль к Нептуну. Лунные узлы в градусах Кляды и Купалы, ноль рака Козерога, в сакральных родовых кармических градусах. Вернутся они сюда только через 18 лет, надо успеть использовать их максимально, вот последний месяц. И Сатурн снова задействован, как мы уже сказали. Поэтому кармическое. Это о том, что нужно будет решать кармические темы рода, родины, последний лунный месяц, когда ещё узлы находятся в таком положении. То, что посеем сейчас, то взойдёт осенью. Будущее многовариантно и от нас зависит. От нашего доверия высшим силам, от нашей пластичности. Зависит всё от того, насколько астереотипное мы имеем мышление. Иначе мы имеем полное нивелирование, я бы даже сказала, стирание личности, индивидуальности. Максимально используйте волшебные точки сборки. Свой слух, своё зрение, свои ощущения телесные. Старайтесь настраиваться на высокие вибрации. Задайте себе вопрос, насколько зашорено моё око, замусорен слух. Улавливаем ли мы оттенки, слышим ли полутона или утонули в шумовом потоке города и своих мыслей. Слушайте колокола, колокольчики, чаши, варган. Находите время для себя. Находите себя в этом мире. Кто вы? Задавайте себе вопрос почаще. Соединение Юпитер-Плутон будет ещё дважды в этом году. И сейчас вот это соединение первое, оно не самое сложное. Последнее будет в ноябре. Там же будет оппозиция от нашего соединения Солнце-Уран. То есть апогей сюжета будет там. В августе-сентябре нас дополнительно подогреет соединение Марс-Лилит и ретроградность Марса. В октябре будет падающая квадратура Солнца к Плутону и Сатурну. Сейчас у нас растущая квадратура. Поэтому постарайтесь быть. Пока вот ещё не всё закрутилось, завертелось и не накрыло, не закрутило гармония, осознанность, соответствие предназначению. Год назад на Евровидении Мадонна в чёрном костюме с вышитым уроборосом, этим кармическим, в короне. Прямо вот коронавирус ярко выраженный. Она пропела, что не все попадут в будущее. Да, мы словно снова видим, будто материализация на сцене через наших звёзд, вот этой кибеллы, чёрной матери Земли, которая должна быть гармонично, созвучно, направлена с нашим высшим божественным началом. И мы сейчас видим, можно сказать, грубо говоря, вот эту борьбу, кто возьмёт вверх, высшие силы или чёрная мать, Земля. Не те, не те не будут правы, оно должно быть в гармонии, сочтено. Мы сюда специально приходим, воплощаемся для того, чтобы здесь, на Земле, раскрывать свои таланты, способности и возможности. По поводу кибеллы мы много раз говорили, ссылаясь на Рамштайн. И вот сейчас Мадонна ещё один вестник. В нашем разборе журнала The Economist в начале года мы первые сказали о биодиверсии, а не о биоразнообразии, биодиверсити. Мы говорили и о рецессии. И сейчас мы снова задаём вопрос, что будет. Как там вот у Мадонны в её песне Future? Не все окажутся в будущем. И там ещё есть вообще обалденные, замечательные слова. Прямо по нашим лунным узлам, которые находятся на родовой оси Рак Козерога. Прямо по Сатурну нашему. Не все извлекают уроки из прошлого, к сожалению. Это я о грядущем 9 мая. Выступление Мадонны погуглите. Мы тогда не все поняли этот посыл этих девушек в респираторах, но слова, конечно, затронули. Поистине жизнь лишь одна, так что нам нужно прожить её правильно. Ищите вдохновение, обретайте целостность, настраивайтесь на позитивную энергию, откройте свой разум, откройте глаза. Это я цитирую, это слова из песни. В ютубе, в комментариях я выложу наш перевод этой песни. Очень рекомендую посмотреть этот ролик, этот клип. Итак, нам нужно проявить усилия и проснуться, даже несмотря на квадрат Венеры к Нептуну, на контр-антис Лилит к Нептуну, несмотря на Сатурна в Водолее и прочие сложности. Всё будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, смотрите и другие наши аналитические разборы, лекции. Делитесь этим роликом, пусть осознанных будет больше. Пишите мне в Facebook, в личку. Будем вместе исследовать ваши натальные карты на предмет предназначения. С любовью, Ваша Настя. Пока-пока.